Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу проработать безопасность в самарских школах, особенно в период сдачи единого государственного экзамена. Сейчас видеокамерами оснащены более 60% учебных заведений. К концу года все самарские школы должны быть оборудованы системой видеонаблюдения. Сегодня выпускники сдают один из обязательных экзаменов – русский язык. На одном из самарских пунктов аттестацию проходят 160 человек. Помимо камер видеонаблюдения, которых здесь установлено 40, как в самой школе, так и по периметру прилегающей территории, на входе к двум уже имеющимся добавились два дополнительных металлодетектора. Сама школа проверяется регулярно и на требованиях статистической безопасности, и сам пункт ЕГЭ непосредственно и перед проведением процедуры экзамена проверяется соответствующими службами, и все аудитории проходят в том числе и техническую готовность. Государство в государстве. За пунктирной линией заканчивается территория школы и начинается площадка пункта сдачи экзамена. Пройти сюда, если личных данных нет в списках, невозможно. Даже охранник, который несет службу в метре от пограничной линии, за ее пределы ступить не имеет права. Тут очень все хорошо оснащено. На входе находится физическая охрана, находятся детекторы металлоискателей, по всему зданию, на всех этажах находится видеонаблюдение. В общем-то, здесь и, конечно же, безусловно, мы говорим о организаторах, которые тоже несут часть ответственности за здоровье и жизнь детей. Поэтому я считаю, что пункт оснащен достаточно хорошо. Меры безопасности здесь соблюдаются не только в дни сдачи ЕГЭ, но и в оставшиеся. В школе установлена умная система «Безопасный город». Сим-сим, откройся! Но с этим турникетом не все так просто. Попасть внутрь может лишь человек, который есть в базе данных. Эта система считывает по лицу. Кроме того, в базу данных внесены преступники, которые сейчас находятся в розыске. Если вдруг кто-то из них окажется в фокусе внимания вот этой маленькой камеры, то в считанные минуты в школу прибудет отряд полиции. Все образовательные учреждения в Самаре сегодня оснащены тревожными кнопками, металлодетекторами и системой противопожарной безопасности. В планах к 2023 году оснастить их системами оповещения об эвакуации. Отремонтировать ограждения по периметру школ и вузов, там, где это необходимо. И абсолютно во всех школах региона оборудовать посты охраны. Справиться с этими задачами Дмитрий Азаров поручил до нового учебного года. Мария Левина, Николай Сидоров. События.